Целлер. Почти 105 килограммов вес. Ему 41 год. Метр 85 сантиметров. Рост. 24 победы. 11 поражений. Как я уже говорил, 23 победы, одержанные нокаутом. Абсолютно бескомпромиссный парень. То есть, либо сам уронит, либо ляжет. Сатириос Георгий Киас. 6 побед. Из них 4 нокаута. 92,5 килограмма его вес. 36 лет. Да, конечно, я отмечал, что Георгий Киас является бойцом первого тяжелого веса. И, в общем-то, оно так и есть, судя по тому, что показал на весах Сатириос. Но, с другой стороны, например, замечательный сайт боксерек говорит нам о том, что Марсель Целлер сегодня должен был биться не с Георгий Киасом, а с Ильей Мизенцевым, который сегодня также будет выступать, но будет сражаться с другим соперником. Стив Смогер, рефери в ринге, известнейший судья. Очень опытный и в высшей степени квалифицированный. Очень интересный выход, знаете ли, у Марселя Целлера. Никогда не видел такого, чтобы выходили к центру ринга с иконой. Но, надеюсь, что в бой он с ней не пойдет. По-моему, это запрещено правилами. Ну, вообще, такой вид у Марселя Целлера, прям, скажем, неоднозначный. Не каждый день ты увидишь, как боксер выходит в ринг в килте. Это, конечно, интересно. Ну, да ладно. Самое главное, что сейчас Марсель Целлер покажет в бою против немолодого по возрастным меркам, но молодого по рекорду Сатириуса Георгия Киеса. В правосторонней стойке работает Георгий Киес, который серьезно уступает весе своему оппоненту. Но хочется верить, что будет превосходить его в скорости. В противном случае Георгий Киесу здесь ловить просто нечего. Пока все правильно делает Сатириус. Заходит за переднюю ногу своего оппонента. Пытается держать Целлера на дистанции в силу того, что он повыше ростом, у него рычаги подлиннее. Нарывается на встречные удары Целлер, но и сам наносит. Посмотрите, идет на вы, головой вперед. Хорошо здесь здорово провалил соперника и сместился в сторону Георгий Киес, но вот жаль, не смог в полной мере это использовать. Пока что Сатириус делает все абсолютно верно. Попадает левый боковой. Бьет головой в клинче Целлер. Так, да, такой действительно паренек из бара, этот Марсель Целлер. Предпринимает он атакующие забеги на своего оппонента и хулиганит. Хулиганит Марсель Целлер и улыбается Стив Смакер. Я думаю, что мы с вами тоже можем улыбнуться, глядя на действия Марселя Целлера. Да, ведь мужчине 41 год, так на секундочку, а вот такой боевой задорный. Попадает Георгий Киес. Ну что ж, очень хорошо работает пока Сатириус. Удар по туловищу. Еее, силицо вперед падает Марсель Целлер. Вот вам и пожалуйста. Это нокаут безусловный. Врача в ринг срочно. Пару пинт пива, я думаю, Марсель Целлер будет в порядке. Вот поднимает очень благородно своего оппонента Сатириус Георгий Киес. Но это был замечательный нокаут совершенно. Прекрасное начало вечера, дорогие друзья. Но с другой стороны, то, как начал этот поединок Марсель Целлер, уже можно было догадаться о том, что его сегодня ждет. Вот, правый боковой точно в челюсти. И да, когда человек падает вот так лицом вперед, конечно, нужно скоро, скоренько вызывать бригаду врачей, для того, чтобы приводить в чувство и всячески сохранять здоровье Марса Люцеллеру, который пока, похоже, не очень понимает, где он находится. Но ничего, ему сейчас объяснят, я уверен. А этот Сатириус Георгий Киес показал себя на фоне соперника, опять же, довольно недурным боксером. Понимал, что ему нужно делать и исполнил задуманное. Видим, хороший удар по туловищу и сразу же на выходе из клинча. Ну, классическая комбинация, на самом деле, левый в туловище, правый сбоку. Ну, или там, неважно, соперник левша или правша. Но, по счастью, с Марселем Целлером все в порядке. Но ему не впервой проигрывать досрочно, так что, я думаю, он сильно не расстроился. Кстати, для Сатириуса Георгий Киес это первый нокаут именно в его карьере, потому что другие победы были одержаны техническим нокаутом, а вот так уронить соперника ему удалось впервые. В общем, соперника достаточно опытного. Говорил я вам о том, с кем работал Марсель Целлер по ходу своей карьеры. Но вот даже в поединке против Тайсона Фьюри продержался аж до третьего раунда Марсель Целлера. Сатириусом Георгий Киесом не смог сдюжить и одного. Но, наверное, здесь весь вопрос подготовки, может быть. И тем более, я еще раз вам повторяю, что вместо Сатириуса Георгия Киеса должен был быть Илья Мезенцев. Очень интересное прозвище у Сатириуса Георгия Киеса. Адвокат. Но, может быть, в миру, в жизни свободный от боев, он действительно занимается юриспруденцией.